А сейчас к теме финансовых прогнозов. Рубль в этот вторник продолжил дешеветь, достигнув в итоге майских значений. В частности, его курс к доллару 20 декабря превысил порог в 69 рублей. Евро торговался выше 73, свидетельствуют данные московской биржи. Что ожидает национальную валюту дальше и как вести себя простому населению, выясняла наша съемочная группа. С ММВБ под конец года стали приходить известия, которых эксперты ждали уже давно. Национальная валюта начала дешеветь, причем значительно. В итоге, что доллар, что евро уже стоит около 70 рублей и даже больше. Экономисты называют тому целый ряд причин. Во-первых, это традиционная предновогодняя тенденция. Но самое главное, это ситуация в стране и за ее пределами. Жесточайшая санкционная политика, которая осуществляется по отношению к нашей стране. Это и СВО, безусловно, который требует очень много денег. И вдобавок еще девятый санкционный пакет, которые были введены. Одно отличает нынешнее положение дел от того, что наблюдалось в России обычно при подобном развитии событий. Отсутствие ажиотажного спроса на валюту. И дело не только в том, что наличные доллары или евро сложно купить. Накоплений у граждан заметно меньше. Да и прежнего доверия к зарубежным деньгам уже нет. Валюта дорожает. На ваш взгляд, в чем надо хранить свои сбережения? Где-нибудь в банке. В рублях пока что. Доллар будет дорожать. Видимо, все-таки надо было хранить доллары. Сейчас уже поздно. Какие-то накопления в рублях появились. В чем, на ваш взгляд, надо их хранить? Наличные, на ваш взгляд? Наличными. Почему наличными? Ну, не знаю. Чтобы успеть потратить потом куда-то. А что это? Покупать валюту, допустим, сейчас или как? Ну, я думаю, что нет. Почему вы так думаете? Ну, а зачем ее покупать? Вдруг отменят потом доллары и евро. Спасибо. Так что рубли надежнее. При этом экономисты советуют людям, что называется, затаиться. Отложить в стороны любые большие траты. Будьте дальние поездки, особенно за границу, или приобретение дорогостоящих вещей, в которых нет острой необходимости. Для тех, кто не знает, что делать со своими сбережениями, если таковые имеются, совет один. Ну, если у людей достаточно большая мобильная денежная масса, то, безусловно, совет будет традиционным. Диверсифицировать надо эти вложения. И в долларах можно держать, и в евро можно держать. Ну, обязательно где-то около половины своих сбережений лучше держать сейчас в рублях. Что касается дальнейших перспектив национальной валюты, то, как показывает практика уходящего года, возможны самые разные варианты. Наш Центробанк может все. Однако такие потрясения, как доллар за 120 рублей, ему точно не нужны. И здесь интересы властей и населения очень даже совпадают. Редактор субтитров А.Семкин